Можно ли спать 2 часа в день и высыпаться эксперимент ценности? Полночь 4, 5 июня 2019 Партнерский материал посигнули на святой Можно ли спать 2 часа в день и высыпаться? Эксперимент Фото Шаттерсток Моцарт спал 5 часов в сутки, а Бальзак все 9. Но по-настоящему причудливо то, как именно спали многие из известных людей, кто с часу дня до 8 вечера, кто с 3 до 11 часов утра. Журналисты ленты.ру провели эксперимент, в ходе которого протестировали разные режимы сна, и теперь вместе с Билайн рассказывают, каково это спать 2,5 часа в день, 5 часов и полноценные 8 часов. Это было сложно, но все же удалось. Самое ценное в жизни мужчины Цикл сна «Сверхчеловек» по 30 минут каждые 4 часа Экспериментировал журналист Алексей Зимин. Для эксперимента я выбрал цикл «Сверхчеловек». Если бы вы посмотрели на меня, то подумали бы, что у меня совсем плохо с самооценкой. Вернее, чересчур хорошо. Я высокий, худой и дерганый. «Сверхчеловек» — это не просто не про меня, это не про меня от слова совсем. Если бы «Сверхчеловек» оказался рядом со мной, то он глянул бы на меня с презрением, посчитав вообще чем-то нежизнеспособным. Но за внешним тщедушием кроется амбициозный в хорошем смысле супергерой, который, рискуя дотливающими нитами нервной системы, решил надругаться над самым святым, что есть в жизни мужчины. Его сном. Как человек отчаянный, я прожил неделю в режиме 30 минут сна каждые 4 часа. Тот самый цикл под названием «Сверхчеловек» потребовал от меня просто нечеловеческих усилий. Заставить себя спать не проблема. Закрыл глаза, и погнали. Рот открыт, слюнка по подбородку, и нежное поеживание в перемешку с причмокиванием. Главное, чтобы не было свидетелей этого приступа несанкционированной НЕГИ. Особенно в середине рабочего дня посреди офиса. Найти место, где можно отключиться на полчаса, оказалось сложнее, чем объяснить таксисту, как подъехать к подъезду, одновременно с этим жонглируя горящими бензопилами и стоя на битых стеклах, рассыпанных на крыше падающего лифта. Наш офис явно обустраивали эксгибиционисты. Стены во всех кабинетах и переговорках прозрачные. Мой режим делился на такие периоды. Подъем в 7.30 утра, сон с 11.30 до 12 часов, после ежедневной планерки на работе, далее с 15.00 до 15.30 сплю. В машине кого-то из коллег, благо сейчас тепло, потом следующий сеанс сна начинается в 19.30. Как правило, в наиболее укромном кабинете, обитатель которого не засиживается на работе, а вот в полночь уже могу не прятаться по углам, а заснуть дома. До кровати, правда, доползал не всегда, отрубался где-то в районе дивана. В 4.30, проспав лишние 4 часа, просыпался благодаря поставленному на всякий случай будильнику и понимал, что арифметика сна не складывалась. Приходилось все пересчитывать, и это сводило с ума. Самой увлекательной в эксперименте была постоянная несвоевременность важных срочных дел, встреча совещаний, выпадающих на прием моих сонных ванн. Фото Для честности я их пропускал под разными предлогами, но к концу недели критическая масса была уже настолько неподъемной, что выходные я провел почти без сна. И тогда я понял, что такое сверхчеловек. Он может какое-то время ставить в приоритет сон, чтобы потом от него отказаться. Это не подходит усредненному сотруднику компании, работающей в каком бы то ни было графике. Да и бездельникам такой режим тоже будет чуждым, только разгуляешься, а тут уже на горшок и спать. Сплошная нервотребка да постоянно затекшая шея. Всю неделю мой КПД стремился к минус бесконечности, потому что я думал, как бы не пропустить очередной сеанс сна. До этого я еще какое время днем подыскивал себе колыбель. Так себе качество жизни. Про работу я вообще не говорю. Она шла фоном как будто антракт между снами. Да и качество сна было сопоставимо с банкой Сайры 87-го года, открытой в нашем родном 2019-м. Вывод простой всему свое время. Потехи час. Сну 8. Восьмичасовой сон это не только важно для здоровья и работоспособности, но еще приятно и выгодно. С 27 марта по 31 декабря все абоненты Beeline могут принять участие в акции Гиги за сон и за полноценный 8-часовой сон получать бесплатные мегабайты. Подробнее на сайте. Я сразу сказал коллегам, что нормальный цикл за мной. Потому что именно он для меня экспериментальный. Этим никого не удивишь. Конечно, для кого 8 часов сна не эксперимент. Это почти история, которую можно было бы рассказывать в старости внукам. Однажды, внуки мои, ваш дедушка спал 8 часов. Были времена. Внуки прикрывают раскрытые арты ладошками, а детсосед с презрением ворчит, что я обманываю наивных детей. Соблюдая честь работодателя, скажу, что рабочий день у меня полноценный не прибавить, не убавить. По ночам почти не сижу, хотя пару раз ночевал в редакции, чтобы успеть все закончить к утру. И ложусь вроде бы тоже вовремя. 6-7 часов на сон остается. Но начинаешь читать или смотреть что-то все, пока, как в мемах, обнаруживаешь себя в 4 утра смотрящим документалку про аэродинамику коровы. По поставленным перед началом эксперимента условиям ежедневно я должен был спать полноценные 8 часов. За 15-20 минут до этого нужно было отложить телефон и все-все, чтобы заснуть. Время засыпания как раз составляет не более 30 минут. Если, конечно, у вас нет проблем со сном. Значит, если я хочу приехать на работу к 11, то, учитывая около часа времени на дорогу и час на сборы, нужно встать в 9. Соответственно, начать засыпать нужно в половину первого. Кажется, это совсем не сложно. Фото. В первую ночь эксперимента я пролежал где-то до трех. До двух часов просто заставлял себя лежать с закрытыми глазами. А потом, когда понял, что не заснул, поднялся и начал читать. Три часа ночи стандартное время засыпания для меня. Видимо, сработала привычка, поэтому я и потратил столько времени. На следующий день все ожидаемо повторилось. Понимая, что на проведение эксперимента остается не так много дней, я принял не лучшее решение, по мнению сомнологов, но мне помогло. Около полуночи я выпил половинку таблетки со снотворным действием. В свое оправдание скажу, что это безрецептурное, читай не сильное, лекарство, которое посоветовал врач, то есть никакого самоуправства. К тому же оно не вызывает привыкания, что не мое голословное утверждение, а данное одного из 500 экспериментов с этим снотворным. Моей целью было быстро приучить организм засыпать в нужное мне время. Пропив три дня небольшую дозу снотворного, на четвертый день около часа ночи я заснул. Правда, в итоге проспал чуть больше восьми часов. Это побочный эффект таблеток. Тем не менее, я выспался. Уровень сонливости в тот день можно назвать допустимым. То есть внезапно я не отключался. Потом еще несколько дней я засыпал в период с полуночи 30 по час 30, просыпался с восьми часов по 9.30 и уже без таблеток. Такой разброс утром получился во многом из-за того, что один будильник хорошо, а два лучше, но не настолько, насколько пять будильников лучше одного. Когда звенит пятый, думаешь, что сейчас же через 10 минут еще шестой прозвенит, но нет. Так что записываем. Плюс час незапланированного сна. Спать восемь часов – это круто. Хотя бы потому, что я смог себя заставить. Ежедневная невыспанность оказалась результатом моего отношения ко сну, и никакие оправдания про нехватку времени меня на самом деле не оправдывают. Нашел ведь время для эксперимента. Бесплатный интернет, полученный от участия в акции Beeline Giga за сон, вопреки ожиданиям, оказался приятным, но довеском к главному эффекту постепенно. Получая награду за правильный сон, привыкаешь спать полноценные восемь часов, что очень хорошо сказывается на жизни. Подробности акции Giga за сон, а также ASMR видео со знаменитостями, созданные Beeline, можно найти здесь. Лента.ру Эти несколько дней были приятными. За них я не успел почувствовать возвращение от личного здоровья, может просто нечему было возвращаться. Но один огромный плюс я для себя нашел. Да, на час-полтора у меня сократился день. Но это того стоило. Я перестал волноваться перед сном, что, мол, я что-то делаю, а надо спать, а я не выспалюсь, а завтра так много дел, а то, а сё, стало спокойнее и комфортнее. Надо спать и я иду спать, потому что это то, что играет немаловажную роль в формировании завтрашнего дня. Когда ты выспался и у тебя есть силы, ты можешь сделать больше за более короткое время, а если охота спать, то короткое дело можно растянуть на целые часы. Поэтому тут парадокс. Время сократилось, а успеваешь больше. Благодаря работоспособности. Кстати, в эти дни стабильно снили сны. Не помню, когда я их видел до этого. И это было круто и безумно, будто посмотрел четвертый сезон Твин Пикса. В общем, поэкспериментирую еще. Теперь для себя. Как поспать днем и не превратиться в зомби. Традиция сиеста или послеобеденного сна появился в Испании, Италии и Греции еще во времена античности и является одним из древнейших бытовых обычаев этих стран. Ее появление связано с жарким климатом, из-за которого в дневные послеполуденные часы находятся на улице было затруднительно, и даже животные возвращались с пастбищ в свои жилища, чтобы отдохнуть. Другая причина приняты в Южной Европе сытные обеды, после которых человека клонят в сон. Это происходит из-за оттока крови после приема пищи в обед от нервной системы к пищеварительной, что и вызывает сонливость. Но сиеста не только средиземноморские обычаи. Спали после обеда и на Руси, причем отказ от дневного сна вызывал шок и удивление. В частности, отказ лужи Дмитрий Ай от после обеденного сна вызвал ропот и возмущение у бояр и придворных. С медицинской точки зрения регулярная сиеста улучшает кровообращение, снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает устойчивость к стрессу и избавляет от депрессий. По данным испанских исследователей, риск умереть от инфаркта или инсульта у тех, кто регулярно спит днем, на 37% ниже. Поэтому для детей младше 5 лет сиеста обязательно, подросткам весьма желательно, а взрослым рекомендуемо. Впрочем, специалисты отмечают, что спать после обеда нужно около 30 минут и в любом случае не больше часа. Иначе длительность сиеста может привести к бессоннице ночью. В Испании, Италии и Греции перерыв на обед длится от 2 до 3 часов, чтобы у работников была возможность дойти до дома, поесть и поспать. В некоторых странах, где обеденный перерыв небольшой, номера для дневного сна предлагают отели. Такая услуга популярна в канадской провинции Квебек, где все еще сильны французские традиции, а также в некоторых районах самой Франции. Я столкнулся с сиестой 10 лет назад, когда несколько месяцев учился в Италии. В силу того, что жизнь в сиене маленьком тосканском городке, где находился университет, после обеда натурально замирала, закрывалось буквально все, я волей-неволей начал ходить домой, чтобы поспать часок. Первое время послеобеденный сон не только не помогал мне почувствовать себя бодрее вечером, но, напротив, приводил к тому, что еще час-полтора после пробуждения я чувствовал себя зомби. Однако за пару недель организм адаптировался, и я начал спать, как по часам, быстро засыпал, легко просыпался через час и чувствовал себя великолепно. Однако следует отметить, что в Италии весь цикл работы многих заведений построен на том, что они закрыты днем и долго работают вечером, так что повторно в кровать я отправлялся обычно не раньше часа ночи, вечера, а ужинал в восемь-девять вечера. При этом вставал я с утра обычно шесть-тридцать-шесть-сорок-пять. Таким образом мой ночной сон редко превышал пять-пять с половиной часов. Удивительно, но каждое утро я был бодрый и энергичен, отправлялся в ближайшую тратарью за Капучино и по Нине. Хотя в Москве при обычном режиме сна, как правило, встаю очень тяжело, а аппетит у меня появляется не раньше, чем через час после пробуждения. Что касается отхода ко сну ночью, то я засыпал практически мгновенно. Все-таки, когда ложишься спать в час половины второго ночи после напряженного и полного событий дня, то уснуть проще, чем когда ложишься рано. Я не зря упомянул про полный событий день после дневного сна. У меня всегда были силы на то, чтобы пойти гулять, отправиться в боулинг или на дискотеку. Дневной сон заряжал энергией на вечернюю активность. В Москве, понятное дело, спать после обеда затруднительно в силу отсутствия перерыва в рабочем дне. Но в выходные дни после сытного обеда, особенно за городом, я с удовольствием отправляюсь поспать часок. Основываясь на своем опыте, я могу подтвердить рекомендации и сам налогов не затягивать дневной сон. После 30-40 минут ты чувствуешь себя свежим и бодрым, а вот пробуждение после двухчасового сна происходит трудно, а заснуть вечером в привычное время не получается.